Субтитры сделал DimaTorzok Хотя казалось, он готов пожертвовать своими единой страсти всеми земными интересами, он все-таки, вероятно, и по природе своей, и в силу долголетней привычки, слишком прочно был связан с горячим китобойным делом, чтобы полностью отказаться от попутного промысла. А если это было не так, значит у него в избытке имелись иные побуждения. Было бы слишком уж заумно предполагать, даже несмотря на его манию, будто бы его ненависть к белому киту распространялась в какой-то степени на кашелотов вообще. Или что, чем больше морских страшилищ он убивал, тем более возрастала вероятность, что следующий встречный им кит как раз окажется ненавистным объектом его поисков. Но даже если подобная гипотеза была приемлема, существовали также и дополнительные соображения, которые, не находясь в строгом соответствии, совсем неистостного главной страсти, тем не менее, безусловно, оказывали на него свое воздействие. Для достижения задуманной цели Ахаву нужны были орудия, а из тех орудий, какими он пользуется под луной, чаще всего приходят в негодность люди. Так, например, он осознавал, что, как не сильная была его магнетическая власть над Старбеком, эта власть все же не подавляла целиком душу помощника. То было лишь физическое превосходство, нередко влекущее за собой господство духовное. Тело Старбека, его плененная воля, принадлежало Ахаву до тех пор, пока Ахав держал свой магнит, приставленным к его виску. А все-таки он знал, что в глубине души главный помощник ужасается намерением капитана, и, будь это возможно, с радостью устранился бы от такого дела, и даже самого дела загубил. Быть может, немало времени пройдет, пока они найдут белого кита. За это время Старбек будет постоянно впадать в открытое неподчинение власти своего капитана, если только не отвлечь его какими-нибудь каждодневными положительными мелочными заботами. Но и это еще не все. Самое изощренное безумие Ахава особенно ярко проявлялось в той рассудительности и зоркости, с какими он увидел, что необходимо покуда лишить плавания фантастически нечестивого облачения, которое его окутывало. Что весь жуткий смысл этой охоты следует держать в тене, ибо редко чья храбрость устоит перед длительными размышлениями, не перемежаемых действиями. Что его командирам и матросам нужно думать о чем-то более близком и простом, чем Моби Ди, когда они стоят в свою долгую ночную вахту. Ибо как не бурно, как не страстно, приветствовала его дикая команда про возглашение этой охоты. Все моряки на свете, народ довольно непостоянный и малонадежный. Они находятся под воздействием переменчивой погоды и принимают ее неустойчивость. Если их все время вести к достижению отдаленной и смутной цели, каких бы буйных радостей не сулило на в конце, прежде всего необходимо, чтобы всякие будничные дела и занятия постоянно держали их на готове для решающей схватки. Известно было Ахаву и другое. В минуты величайшего возбуждения люди презрительно отметают такие низменные интересы. Но такие минуты... быстролетны. Обычное, естественное состояние для этого божьего творения, думала Ахав. Жалкое корыстолюбие. Допустим, что Белый Кит воспламенел сердца моей дикарской команды и даже породил в их нечестивых сердцах нечто вроде рыцарского великодушия и благородства. Все равно, гоняясь из чистого воодушевления за Мобидзиком, они в то же время должны получать пищу и для утоления своих обычных каждодневных желаний. Ведь даже высоко вознесенным рыцарем-крестоносцем старинных времен мало было проделать по суше 2000 миль, дабы сражаться за святую гробницу. По пути они должны были совершать кражи со взломом, шарить по чужим карманам и прибегать к прочим благочестивым способам стяжания случайных доходов. Будь они вынуждены строго ограничиваться своей конечной романтической целью, сколь многие из них отвернулись бы с отвращением от этой конечной романтической цели. «Я не стану лишать моих людей», — думал Ахав, — «всякой надежды на плату». «Да-да, на плату!» «Сейчас они, быть может, презирают мысли корысти, но пройдет несколько месяцев, и эта дремлющая корыстная мысль о платье в один прекрасный момент взбунтуется в них, и тогда, пожалуй, расплачиваться придется Ахаву». Существовало также еще одно соображение, ближе связанное с самим Ахавом. Открыв под влиянием момента и, при этом, как видно, настолько преждевременную, главную, но сугубо личную цель плавания, Ахав теперь ясно осознавал, что тем самым он поставил себя в такое положение, в каком он ничем не смог бы защититься от повинений в узурпации. Так что матросы с полным моральным и законным основанием могли бы, если им вздумалось и удалось, отказаться от подчинения своему капитану и даже силой отнять у него командование. Ахав же, безусловно, стремился себя оградить даже от невысказанных обвинений в узурпации, от всех возможных последствий, какие могли бы возникнуть, если бы подобные сокровенные мысли получили распространение. А для этого, помимо властного ума и сердца и руки, необходимо было еще и неотступное пристальное внимание ко всем малейшим атмосферным воздействиям на команду. Силы всех этих, а также и других, слишком сложных для того, чтобы выразить их словами, доводов. Ахав отчетливо понимал, что он должен внешне по-прежнему хранить верность первоначальному, исконному назначению китобойцам, соблюдать все обычаи промыслом и вообще всячески демонстрировать свою всем известную горячую заинтересованность в китовом деле. Как бы то ни было, голос его теперь нередко раздавался на палубе, когда он окликал дозорных и приказывал им хорошенько следить за горизонтом и сообщать, если появятся хотя бы дельфины. И вскоре эта бдительность была вознаграждена. День был пасмурный и дождь. Матросы лениво слонялись по палубе, и, еле перегнувшись через борт, бездумно следили за свинцовыми волнами. Мы с Квиткигом мирно ткали мат для нашего вильбота. Как тихо все было кругом, в воздухе словно притаилось какое-то волшебство, какое-то обещание радости, и каждый примолкший матрос был словно невидим, растворившись в самом себе. За тканем мата я играл роль помощника, или пажа при Квиткиге. И в то же время, как я пропускал уток, марлин, между длинными бредями основы, пользуясь вместо челнока своей собственной рукой, а стоящий сбоку Квиткиг подсовывал время от времени между нитями свой тяжелый дубовый меч Бердо, и, рассеянно вперевшись в морскую даль, не глядя, не думая, подгонял вплотную поперечные волокна. Над кораблем и над всем морем стоила такая странная дремотная тишина, нарушаемая по временам лишь глухими ударами деревянного меча, что мне стало казаться будто передо мною как и станок времени. А сам я только челнок, безвольно снующий взад и вперед, и плетущий ткань судьбы. Передо мной были натянуты нити основы, неподвижные, если не считать легкого, но неизменно возобновляющего подрагивания, от которого поперечные нити плотнее переплетаются с ними. А снова, думал я, это необходимость, и я собственной рукой пропускаю по ней свой собственный челнок и по свою собственную судьбу на ее неподвижных нитях. А между тем, капризно равнодушная Берду Хриппига толкает уток иной раз сильно, иной раз слабо, иной раз криво, иной раз осо, как придется. И от этого заключительного толчка зависит, как будет выглядеть готовая ткань. Этот меч дикаря, думал я, придающий окончательный вид работе утка по основе, это равнодушное, беззаботное Берду, это случай. Да-да, случай, свобода воли и необходимость. Ни в коей мере друг друга не исключающие, а переплетающиеся во взаимодействии. Прямые нити основы необходимости, которых ничто не затрагивает и не заставит изменить своего направления, а также легкое подрагивание лишь придает им устойчивости. Свободная воля, которой дана свобода, протягивает свой уток по заданной основе, и случай, хоть и ограниченный в своей игре прямыми линиями необходимости, и направляемым своим движением сбоку свободной волей, так что он подчиняется обоим, случай, сам попеременно управляет ими, и ему принадлежит последний удар, определяющий лицо событий. Как мы и ткали, и ткали, и ткали, как вдруг какой-то странный звук, протяжный, нечеловеческий, дикий, певучий, заставил меня вздрогнуть. Молоток свободной воли выпал у меня из рук, и я уставился в облака, откуда упал, будто бы на крыльях, этот крик. Высоко надо мной стоял на саленге этот безумец из Гейхида, Тештига. Устремившись вперед всем телом, и словно скипетр, простерший вдаль руку, он с короткими, внезапными перерывами тянул свой дикий вопль. Надо думать, что в это самое мгновение такой же крик испустили по всему морю сотни дозорных, вознесённых над палубами своих китобойцев на такую же головоокружительную высоту. Но малой щей груди мог этот древний китобойский клич вырваться с такими великолепными модуляциями, как у индейца Тештига. Краснокожий страж как бы парил над нами воздух, с такой неистовой жадностью вглядываясь в горизонт, что казалось, это некий пророк или провидец, узревший тенью судьбы и своими дикими воплями возглашающий их приближение. Фонтан на горизонте! Вон, вон! Фонтан на горизонте! Фонтан! Где? Где? Кричали матросы. Справа на траверзы! Милах в двух отсюда! Целое стадо! В тот же миг все пришло в движение. Кошелот пускает фонтаны с такой же надежной разномерностью, с такой тикают часы. По этому признаку китоловы отличают эту рыбу от других представителей ее рода. «Хвосты показывают!» Снова раздался голос Тештиго. Киты скрылись под водой. «Живей, Стюард!» скричала Хав. «Время!» Кончик кубарем скатился вниз. Взглянул на часы и с точностью до одной минуты сообщила Хаву время. Корабль между тем был приведен к ветру и теперь спокойно покачивался на волнах. Тештиго дал знать, что киты ушли под воду, держа курс по ветру. Так что мы твердо рассчитывали увидеть их теперь прямо по носу. Ибо к своему чудесному искусству нырнув в одном направлении развернуться в глубине под прикрытием водной толщи и плыть с огромной скоростью прямо в противоположную сторону к этому коварному приему многократному замеченному за кашелотом на этот раз киты не стали бы прибегать. Ведь нельзя же было предположить, что замеченные Тештиго киты могли до этого сполошиться хоть как-то. Да и вообще хоть как-то почувствовать наше присутствие. А пока что один из матросов, который не входил в команду вельбота и должен был все время оставаться на судне, сменил индейца на верхушке грот мачты. Дозорный сфок и бизань мачт спустились на палубу. Катки с линием были установлены на своих местах. Шлюпки выведены на борт. Грот аррей обрабсоплен. И три вельбота повисли над волнами. Словно три коробочки морского укропа на крутых прибрежных скалах. А их команды, охваченные нетерпением, выстрелились у борта, одной рукой еще держась за поручни и поставив уже ногу на планшет. Так стоят на готове матроса у бортов военного корабля, идущего на абордаж. Но в этот решающий миг вдруг раздалось восклицание, заставившее всех перевести взгляд скитов на сумрачного Ахава. И мы, содрогнувшись, увидели, что он стоит в окружении пяти темных призраков, казалось только что возникших из воздуха.